Добрый день, читатели сайта АКП в Украине. Сегодня у нас в гостях глава административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви, Архимандрит Виктор Кацаба. Здравствуйте, Виктор. Добрый день. Тема нашей влайд-конференции это рождественский пост и как его правильно соблюдать. Начнем мы с вопроса у читателей, который пришло очень много. Первый вопрос Руслана пишет, что такое пост вообще и как его правильно провести. Пост – это воздержание от физических увеселений, от каких-то душевных настроений, которые не подобает проводить пост. Когда мы говорим о посте, то прежде всего мы говорим о воздержании пищи. И люди, которые пытаются первый раз в своей жизни поститься или первый раз переступать порог храма, связывают обычно это с началом своей жизни, с началом поста и пытаются проводить пост. Конечно же, это такая первая ступень, физический пост, но он невозможен, и он будет неполным, если не будет духовного поста. То есть, если человек не будет заботиться о своих чувствах, о своих словах, о своих делах, то есть, думать о том, что в пост можно делать, а от чего стоило бы воздержаться. Воздержание пищи надо настраивать человека на такое душевное состояние, которое и располагает к посту. Если мы найдем время, будем находить время в течение поста для того, чтобы проводить это время в чтении полезных душеспасительных книг, в чтении Священного Писания, для того, чтобы посещать Храм Божий, то это как раз будет и тот духовный, душевный пост, который и должен проводить каждый верующий человек. Вы, кстати, сказали по поводу пищи, вот такой вопрос Елена пишет, как питаться в Рождественский пост. Очень актуальный вопрос для всех. Да, уже через неделю, даже меньше, чем через неделю, начнется Рождественский пост, и, конечно же, у многих людей возникают вопросы, как его правильно провести, что можно, хуже чего нельзя. Рождественский пост – это тот пост, который заключает зимний период, который заключает период года, год. Рождественский пост, он длится 40 дней, поэтому, поскольку Великий пост длится 40 дней, то он еще называется мало чем четыре десятницы от того, что 40 дней продолжительность поста. Также этот пост называется Шефилипповым постом. Почему? Потому что в последний день перед постом празднуется длится память апостола Филипповым. И от этого апостола, от его имени, и называется, имеет название Рождественский пост. Рождественский пост, он по продолжительности такой же, как и Великий пост, но приравнивается по своему, по тому, что можно кушать, какие продукты можно употреблять в пищу к Петровому посту, который у нас проходит летом и перед Днем Памяти Святых Апостолов Петра и Павла. Если говорить о том, чего нельзя, то нельзя мясо, нельзя молочные продукты. Можно кушать в субботу, в воскресенье, во время Рождественского поста, рыбу, и великие праздники, которые будут в период Рождественского поста. Например, это праздник введения в Храм Божьей Матери, который будет праздноваться 4 декабря. Или другие праздники, храмовые праздники, праздник храма, в этот день тоже разрешают закушение рыбы. В другие дни можно кушать пищу растительного происхождения. Вот так, это те продукты, которые можно употреблять во время Рождественского поста. Здесь люди спрашивают, соевое молоко, масло, сыр полностью нельзя, да, исключить? Нет, это продукты допустимые, соевые продукты. Но, опять же, нужно смотреть не на продукты, а думать о том, что такое пост. Ведь можно находить, можно поститься и употреблять морепродукты, да, эти продукты тоже не запрещаются в Рождественский пост. Но, если их употреблять постоянно и делать для себя такие постоянные ежедневные праздники, то, конечно же, пост не совсем будет соответствовать тому содержанию, которое он должен иметь. Если в разумном каком-то понимании, то соевые продукты они, конечно, допустимы. Такой вопрос, Ирина пишет, как был установлен Рождественский пост? История Рождественского поста начинается еще с апостольских времен. То есть, с тех времен, когда ученики Христовы, апостолы, которые видели, знали Христа, слышали Его Слово, слышали Его проповедь, распространяли Евангелие и утверждали Церковь по лицу всей земли. И первые упоминания о посте находим мы уже в III веке, в IV веке. И святые отцы, такие как Амроси Медиаланский, к примеру, об Рождественском посте говорят и пишут. Мы знаем о том, что пост, который был установлен перед Рождеством, имел разное количество дней. Например, некоторые люди перед Рождеством, в этот пост, перед праздником Богоявления, потому как в начале еще первого века это был праздник Рождества Христова, и крещение был объединен в один праздник, который назывался праздником Богоявления. Перед этим праздником некоторые люди постились неделю, некоторые постились в большей величестве дней. И вот только уже в XII веке, а точнее в 1166 году на Константинопольском соборе, при Константинопольском патриархе Луке, был установлен период продолжительности Рождественского поста. Это 40 дней. И до сегодняшнего дня этот пост в такой своей продолжительности остается, и мы держим Рождественский пост, приготавливаем себя к празднику Рождества Христова через прохождение этого поста в период 40 дней. Тоже актуальный вопрос. Ксана пишет, можно ли в Рождественский пост отмечать Новый год? Это вопрос, который всегда будет актуальным. Многие этим интересуются. Конечно, наша традиция у нас так сложилась, что как раз Новый год, это, наверное, для многих людей чуть ли не самый главный праздник в году. И к этому празднику по-словому готовятся. Но, вы знаете, вот люди, которые, церковные верующие люди, они готовятся к празднику, я не честно говорю, оно про Новый год, а вообще, например, праздник Рождества Христова. Немножко по-иному, нежели мы привыкли готовиться к праздникам. Они проходят пост, воздержание, анализируют свою жизнь, свои недостатки, свои неправильные поступки, то есть, проходят в Храм Божий, исповедуются, причащаются для того, чтобы чистым сердцем, чистой душой приступить к этому празднику. Вот это подготовка настоящего верующего человека к празднику. Светские люди, они пытаются к каким-то праздникам немного по-другому подготовиться. Приготовить какие-то подарки, заранее где-то купить праздничное настроение для себя. И это, конечно, касается праздника Нового года. Ну, это праздник, когда заканчивается год, начинается Новый календарный год. И, конечно же, мы, как люди верующие, должны, понимая это, благодарить Бога за то, что мы прожили этот год с какими-то своими сложностями, может быть, проблемами, но мы его прожили, Бог дал нам такую возможность. И просить Божьего благословения на тот год, который наступает. И обычно верующие люди в этот... Есть разные традиции, такие уже установившиеся. Во-первых, это всегда в храмах совершается молебен перед началом Нового года. Вот. В некоторых храмах совершается ровно в 12 часов ночи, когда все привыкли, надо обязательно пить шампанское, да. В 12 часов ночи начинается Божественная Литургия. И вот Новый год начинается с Литургии. Вот. Люди молитвой начинают этот Новый год. Но, конечно, после Литургии не будет ничего страшного, если собраться в таком... После службы, после молебна, после такого молитвенного начала календарного года, собраться со своими родными, близкими, выпить бокал шампанского, не нарушая пост, пожелать друг другу хорошего успеха, Божьей помощи, тех делах, которые нас ожидают в следующем году. Если в таком настроении, в таком понимании не нарушаем пост, то, конечно же, Новый год, если не будем отмечать, в этом ничего страшного. То есть бокал шампанского разрешается, да, в таком случае, да, когда поздравить друг друга? Да, да. Ну, это будет допустимо. Но особо не рекомендуется веселиться, да, Новый год? Так я понял? Конечно, да. Потому что как раз после Нового года со 2-го числа начинается вот самый строгий период рождественского поста, это последняя неделя перед Рождеством, да, когда считается и рождественский трепетий сестной, это уже из богослужебного устава. И когда церковь уже все богослужения, которые совершаются в этот период, наполняют рождественскими песнопениями, то есть приготовлениями, рождественскими молитвами, молитвословиями, то есть приготовлениями к празднику Рождества Христова. И самый строгий день, сочельник, который мы называем, есть Святый Иватель, это 6 число, мы помним и знаем, что обычно в этот день люди ничего не кушают, никакую пищу. И только после того, когда сошла первая звезда, садятся все за ужин и вместе принимают постную пищу и уже приготавливают себя к празднику, уже такие предпраздничные рождественские настроения. Поэтому начинается самый строгий период, как раз после Нового года. Поэтому не нужно так праздновать Новый год, чтобы где-то очнуться числа 5-го перед Рождеством. Это будет лишнее, конечно, и неправильно. Еще раз повторюсь, пожелать друг другу за столом родных и близких помощи Божьей и успехов, счастья, здоровья, радости в предстоящем году это не запрещается. Кстати, а что из напитков можно, кроме алкоголя? Какие рекомендуется? Ну, тут уже как хозяин какой стол накроет, нет никаких предпочтений. Но напитки, я так понимаю, в виде не алкогольные. Да, не алкогольные. Но рекомендуется. Всякие, нельзя сказать, что что-то рекомендуется. Всякие, все, чем хата богата, как говорят. Так, Наталья пишет, можно ли во время поста праздновать день рождения моей сестры? Где-то, да, такой похожий вопрос. Конечно же, нельзя просто игнорировать этот праздник, потому что и сестра может не понять, и может обидеться где-то. Но это будет, наверное, не совсем правильно. А вот собраться за таким столом, приготовить костную пищу, поздравить, пожелать хорошего настроения и высказать свои хорошие благопожелания по случаю дня рождения, это даже нужно сделать. Обычно делают еще так, что сам, например, в посту просто так вот в каком-то таком родинном уколе собирается, да? А уже после поста делают какое-то такое празднование, куда приглашают друзей, может быть, не дома, в каком-то ресторане. Это все, конечно же, можно и нужно делать, но опять же, вот время поста нужно пытаться и проводить его так, чтобы мы не нарушали этот строгий пост и не прерывали его, потому что пост это тот особый период, когда мы должны укреплять себя духовно. Какой вопрос из Виктории. Кому пост противопоказан? Пост установлен для людей здоровых. Есть люди, которые по состоянию здоровья не могут просто поститься. Люди, которые болеют тяжелыми болезнями, сахарный диабет или малокровие, или другие разные болезни, там туберкулез в запущенной степени. Вот этим людям, конечно же, церковь благословляет послаблять пост. Если еще врачи предписывают, чтобы не держали пост, а пушали те продукты, которые не разрешены во время поста, то, конечно, не нужно себя изнурять, потому что пост установлен не для того, чтобы повредить здоровье, а для того, чтобы укрепить свое здоровье духовное и физическое. Понятно, что будет правильно, если человек, который имеет какие-то болезни, обратится к священнику, если имеет духовника, то к духовнику это тот священник, которому постоянно исповедуется, который ведет его духовную жизнь. И испросит благословение на то, чтобы вкушать во время пост, а церковь церковь, церковный устал запрещает. Но если все равно человек не совсем здоровый, но все равно хочет поститься, то что ему делать? Возможно, какие-то будут поблажки? Вот здесь такой тонкий вопрос, который нужно решать в такой конкретной беседе, в конкретной случаях со священником. Поэтому и есть такое понятие, как духовник, священнослужитель. Через его благословение церковь преподает благословение тому или иному человеку, который этого благословения просит. Это благословение это не просто вот да или нет. С этим словом да или словом нет, церковь преподает помощь этому человеку, невидимую помощь, которая помогает ему пройти тот или иной отрезок своей жизни, период поста или какой-то другой период, когда он с другими вопросами приходит для того, чтобы получить помощь. И вот это очень важно поэтому. Может быть, не все это понимают, наверное, скорее всего, но вот заручиться не словом поддержки священника, который является таким же человеком, а благословением Божьим, который преподается через священнослужителя. Это важно. Тем более в каких-то сложных периодах в жизни человека, когда они связаны с болезнями, с проблемами, с какими-то сложностями. А с врачами советоваться стоит, как Вы считаете? Ну, конечно, да, стоит. Обычно так и бывает, что люди приходят и говорят о том, что врачи запрещают мне поститься. Конечно, тут еще надо понимать, что какие, это уже более так, мы в глубину уходим, это православные врачи, они понимают, что такое пост или нет. Потому что если врачи, не понимающие сути, люди не церковные, то, конечно, они всегда будут запрещать просто принцип для любого человека, болеет он или не болеет. Но если врачи православные понимают и вот дают такие рекомендации, то церковь всегда эти рекомендации поддерживают. Вопрос Алла пишет, можно ли поститься, когда сейчас у нас наступает вирус гриппа, вдруг резкая смена блюд подорвет иммунитет? Я думаю, что можно и много разных других причин найти не только вирусы, которые для себя, для себя лично я предвью как той причиной, которая не дает невозможности поститься. Это подобно тому, как мы всегда можем найти себе оправдание, делаем какой-то неправильный поступок, согрешаем, совершаем проступок, но находим в себе оправдание, поступил так, так и так, потому что вот есть какие-то умные на это причины. Поэтому пост установлен для людей здоровых. Если человек здоровый, то Бог даст ему силы для того, чтобы пройти этот пост, для того, чтобы поститься и физически, и душевно, для того, чтобы укрепляться. И никакие вирусы, ничто иное не сможет подребить. Ольга пишет, как правильно поститься детям, с какого возраста тоже желательно. Да, это вопрос такой тоже. Многие уже опытные священники, церковь рекомендует, чтобы детям молоденческого возраста, то есть до 7 лет, не принуждать их к посту. Ну, если ребенку 3-5-3 годика, то он не будет понимать, для чего это. И это такой возраст, когда ребенку нужно расти, возрастать, укрепляться. Вот. А уже с младенческого возраста, вот поэтому, кстати, и церковь, вот когда исполняется ребенку, там, младенцу в 7 лет, он уже переходит в тот возраст, который называемый отроческий, да, становится отраком. И вот в этот период как раз церковь и призывает такого человека, такого младенца, который становится отраком, к первой исповеди, к первому причастию. Для того, чтобы он уже понимал немножко какие-то важные вещи. Что такое церковь, что такое Бог, что такое грех, что делать можно, что нельзя. И, наверное, уже с такого возраста как раз можно было бы и объяснять немножко этому ребенку о том, что нужно держать пост, для чего он, какими-то такими простыми обычными словами, чтобы это было непонятно. Сразу ребенка 7-летнего принуждать к строгому исполнению густава, это будет неправильно. Можно первый год, например, там, в среду-пятницу не кушать мясо. Или первую неделю поста, или последнюю. Это всегда вот первая и последняя неделя поста, и Великого поста, и Рождественского. Ну, Рождественского более последняя неделя поста. Это строгий вот такой период. В этот период не вкушать там мясо, каких-то продуктов мясных. В следующий год можно исключить полностью мясо, оставить там молочные продукты. И так вот постепенно, год за годом, хотя это будет не год за годом, потому что в году есть 4 поста, я как не знаю, да, Великий, Построждественский, Успенский и Петровый поста. Ну вот с каждым годом, с мерой возрастания, укрепления этого ребенка, все открывать для него какие-то новые азы, новые понимания и приучать его к посту. Кстати, а что и сладкого нельзя есть? То, что сладкое нельзя, где есть там яйца, сметана, вот такие продукты. Это сладкое нельзя. А если без этих продуктов оно сделано, то конечно можно. Николай пишет, я не могу поститься весь пост, поэтому вопрос, можно ли только первую и последнюю неделю поста? Ну, для человека начинающего это допустимо. Но на этом не нужно останавливаться, потому что, как говорят святые отцы, что пост это лестница, по которой человек поднимается и укрепляется от поста к посту. Это не значит, что когда мы вступаем в пост, мы настроились, мы этот пост выдержали, мы не вкушали те продукты, которые вот церковным уставом признаются такие, как неподобающие пост. Вот, мы этот пост провели, и такой же пришел праздник Рождества, после Рождества мы снова начали вести такую жизнь, как и вели до этого. Вот, вот, то духовное укрепление, которое мы получили во время доста, мы должны пытаться его сохранить, для того, чтобы в следующем посту приумножить. И за годом он будет укрепляться и укрепляться. Поэтому, и говорят святые отцы, еще раз повторюсь, что пост, посты, это ступень, лестница, лестница духовной жизни. Поэтому, если человек начинает, вернемся еще раз к вопросу Николая, да, если человек начинает только поститься, то вот такое начало, оно будет правильным. Потому что можно сразу взяться за пост, все строго придерживать, как по уставу, приписано, и где-то через две недели понять, что это не под силу, и начать вести такую жизнь, как мы вели ее до поста. Лучше постепенно, да? Да, постепенно. Лучше тогда определить для себя, если чувствуем по своим силам, что мы целый пост не сможем выйти, лучше определить первую неделю и последнюю, вот как Николай Спасович. Но на этом останавливаться нельзя. Это должно быть таким, как бы первым шагом, и дальше постепенно, постепенно принуждать себя, приучать. И тогда человек, если он будет осознанно к этому подходить, пропускать это не только через свою жизнь, через свое сердце, то он и прочувствует ту духовную пользу, которую приносит верующему человеку в пост. Вопрос от Ксении. Я и так не часто ем мясо и практически все время нахожусь в состоянии поста. Как мне поститься в пост? Чем он должен отличаться от моего обычного времени? Есть люди, для которых, например, не кушать мясо и молочные продукты, это не проблема, потому что они такие продукты в принципе не кушают. Например, есть такие люди, которых мы называем вегетарианцами, они не кушают, то есть практически у них круглогодичный пост. Но это не значит, что если они не едят продуктов, которые в пост церковным уставом запрещаются, то тогда они держат постоянно пост. Ведь на ограничение пищи пост не заканчивается. Только такая первая ступень, а только начало. И если для человека не кушать мясо, это не проблема, потому что кто-то без мяса не может прожить. Есть люди, которые просто дня не могут без мяса прожить и все. А для кого-то это не проблема, для кого-то это естественно, потому что у него такие, у этого человека, для него это нормально, он может выдерживать такой пост, может это воздержание. То тогда пост ведь не заканчивается на пище. Тогда нужно находить те какие-то в своей жизни недостатки, пристрастия, которые мы знаем, что они есть, и пытаться как раз ограничиваться, ограничивать их своей жизнью, уменьшать их количество своей жизни во время поста. И вот с Божьей помощью нам может быть удастся избавиться от каких-то таких вредных привычек, которые есть в нашей жизни, которые мы должны искоренять не только во время поста, но и на протяжении всей своей жизни. Так она пишет, какие дни поста самые суровые и почему именно они? Какие-то определенные дни до Нового года. Ну если говорить о днях в течение поста, то это конечно среда и пятница. Это дни поста не только рождественского или великого поста, это дни на протяжении всего года. Среда и пятница, постные дни, так называемые однодневные посты. Потому что в среду мы воспоминаем предательство спасителя Иуды, а в пятницу мы воспоминаем головские события. И с этими такими трагическими событиями в нашей истории церковной как раз и связываем пост в эти дни. Поэтому в течение поста это не отменяется. Среда и пятница тоже строгие дни. Вот если говорить уже даже по такому строгому уставу рождественского поста, то в среду и пятницу не разрешается вкушать масло. То есть только сухоедение, по монастырскому уставу. Только сухоедение и принятие еды только после захода солнца. Вот это монастырский устав, который придерживается в монастырях. И если говорить о рождественском посте, то мы уже сегодня об этом с вами разговаривали. Это последняя неделя, последняя неделя поста, начинается 2-го числа, когда начинаются особые такие приготовления уже к празднику Рождества Христова. И самый такой строгий, наверное, хотя он уже у нас ассоциируется с праздничным настроением. Это сочельник, святый вечер, когда у нас в Украине, особенно это еще на Западном принята традиция, держатся, ходят калядки из дома в дом. Вот через эти калядки передают рождественскую радость о том, что родился Христос и Спаситель. Но это по церковному уставу является строгий деятельность, строгий пост. Вот из рождественского поста это последняя неделя. А среда и пятница это можно на протяжении года соблюдать постры, иногда в серду и пятницу? Это не можно, это нужно. Нужно, да? Да, на протяжении года, да. Среда и пятница на протяжении года это дни, которые являются пострыми. То есть в эти дни на протяжении года нельзя кушать ни мяса, ни молоко, можно рыбу, если нет. А это не пострый период. Но есть период, например, пасхальная неделя после Пасхи. Вот сегодня, например, воскресный день, сегодня воскресенье Пасха. Вся эта неделя до следующего воскресного дня, до дня Антипасхи, отменяется в пост всякий, в среду и в пятницу. Потому что особое торжество, сугубая пасхальная радость, которая наполняет души, сердца человеческие. И в этот такой период ограничивает себя даже пищей, церковь не предписывает. Или напишет, я беременна, как мне поститься? Все ответы, которые я до сих пор находила, говорят только одно. Советуйся с духовником. Что Вы скажете духовнику? Беременным женщинам церковь также благословляет, послабляет пост. Советуйся с духовником, имеется в виду, что будет правильнее, если беременная женщина подойдет в храм, к священнику и возьмет на это благослови. А об этом мы сегодня с Вами говорим. И обычно беременным благословляют во время поста кушать молочные продукты. И если даже этого требует состояние здоровья, потому что беременность бывает усложняется какими-то еще другими сложностями, болезнями. Не дай Бог, то и вкушение мяса. Но это не значит, что вот вкушение скоромной пищи не постно. Требуется, оно требуется материнство. Потому что мат, которая дает новую жизнь, через которую рождается в этом мире ребенок, приходит в этот мир новая жизнь, она должна следить за своим здоровьем. И не для того, чтобы сделать какие-то проблемы еще для себя, для своего здоровья. Для того, чтобы с Божьей помощью пройдить здоровый ребенок. Вопрос с Ларисой. Можно ли в пост крестить детей или венчаться? В пост крестить детей можно. Нет никаких ограничений. В любой день можно крестить ребенка в пост. Что касается венчания, то нет. Венчаться нельзя в пост. В постное время, в период великих прогулочных постов. А почему венчаться нельзя? Ну, потому что венчание, скажем так, связано с такой радостью, торжеством на пост. Мы как раз не ассоциируемся с этим. Мы пытаемся... Это не значит, что мы должны быть унылы. Попустить голову, на кого не смотреть, потому что мы постимся. Это неправильно. Но состояние души должно быть таким, чтобы оно не было переполнено какими-то такими житейскими заботами, чрезмерными увеселениями, а чтобы человек пытался в своем уме, в своем сердце хранить память о Боге, хранить память о том, что сейчас пост не империрует, проходит пост, находить время для того, чтобы почитать какую-то полезную литературу, что-то о посте, даже никаких сейчас проблем не существует. Можно просто зайти в интернет, в поисковик, ввести то слово, о котором мы хотим узнать больше, и мы получим вот множество информации. Поэтому вот отвечу на Ваш вопрос. Вопрос Андрей пишет. Нужно ли соблюдать пост воинам в АТО, ведь у них может не быть возможности соблюдать постную кухню? Это вопрос актуальный сейчас для нас, он болезненный, я бы не рассказал. Конечно, если говорить так, практически, как оно есть, и тем людям, которые сейчас находятся там, в окопах, думать о посте очень сложно, и, наверное, практически невозможно. Если воин найдет возможность для того, чтобы хотя бы один день, в среду, в пятницу провести посте, это будет только похвально. Понятно, что нужно иметь силы физические для того, чтобы защищать свою родину, для того, чтобы стоять на страже. И если мы не говорим о посте, который связан с пищей, то о каком-то таком душевном, духовном воздержании, о укреплении особого в молитвенном состоянии. Конечно же, будет правильно, если те ребята, которые сейчас находятся там, будут думать. Вот я бы так ответил на этот вопрос. По мере возможностей, да, по лучшему. По мере возможностей, да, да. Нельзя сказать, что пост отменяется, потому что для воинов наших пост отменяется. Нет, он не отменяется. Но по возможности, по силам, по совести, если это возможно, то это будет похвально. Спасибо.